Привет, Peloton, с вами Zed и это прохождение зимнего сезона на 100%. За эту неделю произошло очень многое, я все обсудил это с вами на канале. Можете найти видео по пятой части Форзы, какое здание покупать и что в них входит. Новые детали, которые рассказали на Форзе Лотс Гоу, Е3 и трейлерах. И мои впечатления по ссылке сверху на плейлист по Форзе Хорайзен 5. Итак, за 50% пропуск за кулисы, а за 70% Форзе GT70, который нормально в принципе едет в ралли. Далее, фотоиспытания, потом большое испытание, Форзатон маленький испытание, Форзатон триал, затем игровые площадки, 3 выходки сезона, потом 3 сезонов чемпионата. Тюнинги, которые я сделал для каждого чемпионата, для каждой машины в конце видео. Ну и погнали все это проходить, что я сейчас озвучил. Чтобы сделать фото, перемещаемся сюда в Эдинбург на фоне храма. Или что это такое, я до сих пор не понимаю. Короче, делаем фото, не думаю, что сложно этот момент будет с чем-то вам спутать, для этого вообще постараться надо. Далее, садимся за любой грузовик, затем 10 раз приезжаем рядом с машиной, чтобы искры летели, но не врезаемся. Именно так делаем технику обмен краской, после чего ездите и собирайте заборы. Коих просто тонна на карте. Ну и далее мы делаем минимальную сложность и едем Голиаф. У кого не открыт, просто покатайтесь в заездах шоссейной серии до 20 ранга. И он у вас откроется. На Атреал можно с собой взять Вепрь, так как он нереально круто едет в А800. Иногда скоростью, конечно, не хватает на асфальте, но в остальном он просто топище. Тюнинг на него и остальные машины в конце видео. Могу посоветовать сюда также взять новую Фьер. Про нее рассказывал в топе тачек для А800. Также есть на канале ТОП по Б700, поэтому можете посмотреть. Также скоро будет ролик по С1-900. Можете сюда попробовать взять, конечно, трек Хавк, Форд Раптор 17-го года. Ну или как я, Вепрь. За это получаем с вами классную тачку, Хунигун Фокус. Кстати, нормальное пополнение для коллекции. Далее игровые площадки, куда вы по факту можете взять просто любую машину, проиграть, но все равно получить приз. Так что дерзайте, это тут так работает. Прыжок и радар прохожу на Феррари, а вот со скоростным участком не сложилось на ней. Но когда зимнее время все скользит, только одна машина берет тупо своей скоростью, прижимной силе и тупо на фуллгазе проходит все. Ариэля там в моем тюнинге качайте. Затем маслкары зимой, и это тема этого сезона. Больные же люди сидят там в Playground Games, но советую взять сюда в моем тюнинге Форд GT500 20-го года. Также ничего себе показал Мустанг ДД и Камара 17-го года. Если есть пот, то попробуйте тюнинговать его для снега. Если получится, конечно, то вы гребаный волшебник. Наши награды за этот беспредел по-американски, Пантеак, Трансамерика. Ура, еще одна бесполезная тачка в гараже. Затем героические внедорожники А800, и тут список тачек огромен. Баджи, Ливанте, кстати, голосуйте за нее бэкстейджи, там можно будет за билет взять ее. Далее, это, конечно, Трэк Хавк, потом Трэйл Кэт, Кварц Регалия, Дэй и многое-многое другое. Но я решил сегодня покататься на Вепре, так как он зимой реально крут. Прям тюнинг мой хорошо идет для зимы на нем. Хуни Гамбронко здесь ваша награда. Последний из сезонных чемпионатов, это покатушки по заснеженному бездорожью на фольксвайне. Даже не знаю, что сказать, я взял Карада, едет очень круто, очень рулится, но он не такой быстрый. Зато за счет прижимки способен проходить максимально эффективные повороты, что делает его очень опасной машиной для ваших соперников. Если хорошо ехать и не врезаться, то стабильная и не снижающаяся скорость раскидает всех просто по стенкам. Это классная тактика для тюнинга, имейте в виду. Ну и вот наши с вами очумелые ручки дошли до получения FW-GIA, что на аукционе стоит 16 миллионов. Точнее стоил, но ща подешевел. А хочешь покажи, что еще купало в цене? Ferrari 812. О да! У кого нет, берите и просто молитесь на разрабов, целуйте им пятки, что дали вам такую тачку. Так как из-за бага с получением денег с проектов не представляется возможным заиметь эту феру у себя в сарае, то есть для вас это единственный способ урвать ее к себе в гараж. Ну и тут мы видим, что в Терн Тен решили окончательно похоронить редкость и цену Дива на аукционе, сделали из нее общедоступную тачку. Уже вторую неделю подряд она тут продается, да еще и за малое количество форзапоинтов. Так что не знаю, даже брать, не брать, это уже для вас как бы решение. Супер Севене, кстати, ждет вас GMC Циклон. Ну что ж, пилотон, с вами был Z, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Если ты досмотрел до этого момента, то есть такая инфа. Хочу снять офигенный красивый синематик по игле с дронами, камерами, крутым монтажом и фонком. Если есть желание мне помочь, оказаться в конце в благодарственном списке, получить особую роль в дискорд сервере, давай бегом, ссылка на него в описании на дискорд. Там с тобой спишемся, обговорим все и сможешь мне помочь. С вами был Z, пока пилотон. Субтитры сделал DimaTorzok